Итак, как правильно качать доску? Я не знаю, это... Ну, прежде всего, почитали инструкцию, да? Смотрите, открываем крышку клапана. Это еще не сам клапан, это просто крышка клапана. Кстати, если вдруг, очень часто бывает, ну за сезон, несколько раз, люди подходят, у меня насос не качает, пропускает, не знаю, что делать, теряет вот эту прокладку, у вас есть запасная в комплекте, да? Как выйти из положения? Вот с этой крышечки снимаете вот эту прокладочку, надеваете сюда, накачиваете доску, потом возвращаете обратно, закрываете, все. Смотрите, вот эта пипка, видите, у нее есть ход. Вот она сейчас в поднятом положении, клапан закрыт. Вот она в опущенном положении, клапан открыт. То есть доска сдувается. Для того, чтобы зафиксировать, надо вот так вот чуть-чуть, или наоборот, значит, поднять. Надо либо просто нажать, либо вот чуть-чуть иногда с поворотиком. Ну, просто когда в доске давление, не всегда просто нажатие помогает. То есть нажали и вот так чуть-чуть повернули. Доска сдувается, все, сама, ничего не надо с ней, манипуляция никаких не делать. Когда, перед тем, как накачивать, перед тем, как воткнуть штуцер, надо закрыть клапан. Потому что, когда доску сдули, не всегда, у меня правило, я всегда закрываю клапан, чтобы доска обратно в себя не всасывала в воздух. Она иногда это делает. Вот, то есть клапан закрываем, пипка поднята в максимально высоком положении. И накачиваем с поднятой пипкой. С закрытым клапаном накачиваем, с закрытым. Если вы будете накачивать с опущенной, вам придется качать доску второй раз. Потом поймете почему. Вот, вставляете шланг, чуть-чуть нажимаете и поворачиваете до упора. Проверяйте, чтобы здесь он у вас не был откручен. Дальше смотрим, у нас есть манометр. Всегда у новичков есть вопрос, а сколько качать. Смотрите инструкцию, там написано, максимально вот эту доску качать до 24-25. Это очень сложно, накачать до такого давления эту доску. Самое главное, это не нужно. Просто для каталки вполне достаточно 15-17 PCI. Если куда-то вы идете на соревнования, или вам хочется какой-то там особой жесткости, ну 20 этого вполне достаточно. Разницу в 20-25 PCI вы не почувствуете. Да даже и 15-20 особо вы, как новичок, ее не распознаете. Итак, ставим дабл-экшен и у нас насос качает. Вот, смотрите, я тащу вверх, да? Вот, он работает. Он и здесь засасывает, и здесь засасывает. То есть у нас сейчас и вверх, и вниз носок качает. Холодно. Сейчас согреешься. Я оператор, если я катить не буду. Я так признал, что ты так свяжешься. Итак, прошло 3 минуты качания. И доска набрала форму. Но, смотрите, сейчас вот уже достаточно сложно качать в двухходовом режиме. И если посмотреть на давление, то есть доска приняла форму, а стрелка еще не шевельнулась. То есть сейчас давление внутри доски и атмосферное одинаковое. Нам надо создать избыточное. То есть манометр нам показывает избыточное давление. Ну, я думаю, вот мы сейчас 16, наверное, качаем, да? И на манометре есть две шкалы. Вот. Покажи поближе. Внешняя шкала это бары. Атмосферы. Атмосферы те же, да? Один бар, примерно одна атмосфера. А внутренняя шкала это PCI. Это наши традиционные, так скажем, саперские величины. И мы ориентируемся по внутренней шкале. Вот. То есть качаем до 16. Ну, если хотите побольше, можно 1,2 бары накачать. Это будет примерно 18 PCI. Вот. В принципе, уже можно переключиться на сингл и экшн. На то, чтобы одноходовой режим качать. Если у вас есть компрессор, который качает доски, если он у вас однорежимный, без вентилятора, без восходувки, то проще вот так вот сначала вручную набить, ну, создать объем. Потому что вот на это ушло, вот реально там, ну, 3-2 минуты, а компрессор бы вам качал 10 минут, наверное. Ну, в принципе, в принципе, мы засекали, пробовали. Среднестатистический компрессор качает медленнее, чем вы накачаете вот таким насосом. Вот. Ну, понятно, тоже физух надо иметь. Девочка там накачает, ну, примерно одинаково. Ну, просто тем удобят компрессора. Пока он качает вам доску, только надо, чтобы он автоматически отключался, да, вы переодеваетесь, что-то, ну, готовитесь к сплаву. Ну, я всегда советую, если вы качаете доску, хотя бы немножко, покачайте насосом, вы разомнетесь, не получите травму, да, и согреетесь. Вы не получите травму, и очень полезно перед любой физической активностью разогреться. Потому что, да. Кровь разгоните, дыхалочку у вас подготовиться. Плюс у вас, вот, вы когда качаете, у вас все мышцы работают, то есть вот сейчас руки, спина, ноги, то есть оно, оно такое, лучше не лениться, хотя бы немножечко покачать насосом. Да, к нам, когда приезжают девушки со своими досками, да, ну, как правило, вот, я сама накачаю, что это подразумевает сама, сама она создаст объем в режиме Double HN, а сингл уже попросит вас качать. А потом, да, потом, потом это, у качающего человека появляются глаза Шрека, которые в тебя пристально смотрят. Вот. Ну, мы, мы всегда помогаем, потому что мне, мне нравится качать. Вот, я сейчас не качаю, потому что я оператор. Все равно девчонки принимают участие на качании, потому что, ну, реально это полезно. А есть у нас еще такие, которые ни разу свою доску не качали и этим гордятся. Нет, не так. Приезжает, ладно, не будем называть вьем, девушка-красавица, которая уже два, по-моему, года имеет свою доску, вот, и мы готовимся там раскладываться, она такая ходит вокруг. А у кого есть насос? А у кого есть насос? А дайте какой-нибудь насос. А ты что, насос забыл? Нет. А я его принципиально не вожу. Он у меня лежит даже не распакованный. Два года уже человек с доской. Ну, а правильно, что, свой насос таскать, когда, блин, у каждого насоса. Опять же, есть повод попросить помочь накачать с доской. Оператор устал держать камеру. Я замерз. Мне пришлось его подменить. Вот. И смотрите, еще такой, ну, про это мы уже тоже рассказывали, но повторимся. Есть разные техники накачивания. То есть, можно качать вот так прямыми руками. И так вот лучше добивать доску. Да. И как бы своим весом Леша давит на насос, да. То есть, он работает ногами, там, и спиной. Вот. А накачивать только руками, вот так вот, вот. Устаешь очень. Так тяжелее, но так делать лучше в начале, когда насос легко ходит. Можно вот как-то... Так спина быстро устанет. Очень такую ошибку, которую делают новички, когда качают полный ход и делают это вот так вот. Слышите, как? Стучит насос, упирается. Да, то есть, вы не должны удары делать в конце хода и вверху. То есть... Во-первых, вы много сил тратите. И разбиваете насос, и это не работает. Вам даже хватит и половинного этого хода, но должно быть прям резкое такое вот усилие. Ну, вместо, так скажем, там, ста ходов, условно говоря, вы сделаете 120 ходов поршнем. Ну, это опять же примерно точно не считали, сколько. И опять вот в конце нужно не давить как-то вот, а именно вот добивать, потому что у вас добавляется инерция ваша, силы больше, то есть... Ну, то есть проталкивать воздух. Да, даже вот если бы сейчас такая вот легковесная девушка какая-нибудь была, она бы ложилась на насос и не могла его продавить. А вот именно в таком движении, в прыжке. А смешно иногда девушки виснут на насосе, поднимают ноги, то есть вот прям вообще всем весом насос не опускается. Вообще, конечно, если есть у вас возможность, ну, купить электричный экономик, он все равно время и удобней. Особенно, если у вас в семье там две-три доски, это актуально. Так. Кстати, насосы Браво, ну, да, вот уже 16 лет. Получилось, качали с разговорами семь минут. Электрический насос качает 10-12 минут. Ну, мы по очереди, еще мы по очереди и все-таки как бы особо интенсивно качали. Ну, короче, насосы классные, вот эти вот качают легко и быстро. Прекрасно. Теперь, что делаем дальше? Поворачиваем насос. Резко. Резко поворачиваем и снимаем. А если бы у вас был не закрыт клапан, сейчас бы вы лихорадочные вообще сначала не понимаете, что происходит, лихорадочные начинаете тыкать эту пипку, кто-то просто пытается ладонью вот так заткнуть. Ну, и доска спускает буквально за 5 секунд до 2-3 пися с 16. Ну, что, у нас доску снегом завалило, как будем показывать? Ну, здесь все и так видно. Доска, давай вот сразу, коли они лежат друг на друге, покажем, что размеры у них вот положен. Диаметры одинаковые. То есть, ну, и ширина одинаковая и длина. вот так положить эти доски, то размеры нельзя смотреть. Потому что у нас было на одном из плавов приехали люди на 32-х до 30-х досках и спорили, у кого какая доска, абсолютно не видно, какая доска. их вместе кладешь, пока линейкой не приложишь, не видно. Вот, ну, значит, что из особенностей, да, другой коврик. Ну, вообще, сама его, сам дизайн, он как бы двухслойный, то есть, вот белая подложка, вторым слоем другие цвета. Вот эти вот, так скажем, желатки, они актуальны для слива воды, когда волной нахлестывает, по нему вода так стекает, уходит. Вот, то, что он гладкий, это классно. Мне нравится такой тип ковра, больше, он быстрее сохнет, он быстрее высыхает на солнце, причем, вот, темный цвет сохнет два раза быстрее, чем более светлый, там, да, вот, ручка здесь. Плюс, подожди, про коврик, то, что он гладкий, очень классно, то, что вы, когда стоите на коленках, вам ничего не впивается, и у вас, да, не остается, да, потому, что часто на таких вот досках с рифлением люди ходят там, все в этом, в этом узоре. Ну, что, отличить, на носу у нас есть ручка, на, раньше, ну, вот, допустим, на более, ранних год ручек не было. Это очень сильно бесило. Вот прям, ну, не знаю. Сейчас вот уже практически на всех досках радиатора есть эти ручки, и по-разному бывают и продольные, и вот, поперечные, исполнение. Это не принципиально, главное, что она есть, потому что, когда вдвоем нести доску, удобно держать, да, когда вы подходите к берегу, кто-то вас, если встречает, человек может вас взять, и нос вам затащить на берег, чтобы вы спокойно вышли. Очень актуально. Снизу у нас транспортировочное кольцо. За это кольцо цепляем, если вы доску буксируете. Сейчас покажу. Возьми сразу оба. Ну, к примеру, буксиры это нашего производства, да, то есть, вот так вот, он эластичный, ну, неважно, вы можете какую-то просто веревку, ни в коем случае для этого не применяйте лишь, вы лишь испортите, просто испортите, и он очень длинный, он очень намного растягивается, это, ну, физически просто неудобно, и снимая лишь и беря на буксир, вы себя подвергаете опасности, если вы упадете, доска от вас уплывет, вы без лиша, да, да, и обязательно вот эту буксировочную цепляем вот за эту нижнюю, а не за ручку, да, не за ручку. Потому что, вот, когда вы тянете, да, особенно, если вы еще, конечно, это тоже делать не стоит, но некоторые так делают, цепляют за моторные лодки, я бы не рекомендовал так поступать, потому что, ну, при соблюдении всех правил безопасности это можно делать, ну, у нас, как правило, народ пренебрегает всеми правилами, вот, считает себя умнее других и отсюда происходят несчастные случаи. Короче, когда вы цепляете за низ, при том, когда у вас идет натяжение, у вас доска стремится к верху, она идет по поверхности. Если вы зацепите за верх, будет тянуть достаточно быстро и сильно лодкой, да, даже если человек тянет, да, у вас доска будет зарываться под воду. Да, и вот, чем можно вот нормального производителя, от ненормального отличить, это если вот это вот кольцо снизу, это все хорошо. Часто вот на каких-нибудь там китайских ставят сверху это кольцо, это неправильно. так, ну, ладно, буксир не идет в комплекте, мы просто показали, для чего предназначено то кольцо, которое идет в стандартный комплект. дальше, дальше, блин, вот самая фиговая фигня на этой доске. самую фиговую фигню делали дизайнеры, а не ну, маркетологи делали, они люди, которые имеют отношение к соотборнику, но эти люди уже с нами связывались, претензии были высказаны, и не мы единственные, кто, вообще, каждый, кто делал обзор и вообще высказывался про эти карго-системы асимметричные, про багажники, мы говорим про багажники, да, пиратская система, но если спереди она еще куда не шло имеет хоть какие-то перехлесты более-менее, ну, и в принципе она предназначена положить какой-то небольшой багаж, ну, какой-то там 10-20-литровый гермешочек с вашими вещами, в принципе вполне достаточно, но мы-то, но мы-то любим по-большому, нам нужно туда засовывать 120-литровый, но опять же, если использовать эту доску, скажем, для любительских соревнований, да, вот этого вполне достаточно, удобно, то, что вот эти резинки широкие, они надежно, хорошо держат груз, вот, просто неудобно их расположение, у вас всегда должна быть с собой вода питьевая, если у вас прозрачная бутылка питьевой воды, ни в коем случае не оставляйте ее просто так под резинкой, бутылка с водой работает как линза, и она вам доску прожгет, в прямом смысле слова, будет будет прям линза как отмечительного стекла, и это будет дырка сквозная, доска начнет спускать, ни в коем случае не оставляйте, то есть сейчас есть чехольчики такие на бутылке, либо уберите ее в гермешок, чтобы она на солнце не грелась, у вас всегда с собой должен быть спасательный жилет, если он на вас не надет, он лежит у вас под резинкой, засуньте в жилет эту воду, чтобы она на солнце ни в коем случае вам не плавила доска. ну мы, смотри, давай сразу скажем, что вот решаем вот эту проблему с тем, что туда ничего не положить нормальное. Решается она вот по подобным образом, то есть ну правда вы лишитесь уже гарантии, если вы сделаете самостоятельно апгрейд доски, да? Не, но можно даже вот в эти вот штуки засунуть эти резинки, у вас будет вторая система. можно просто купить в хозяйственном или автомобильном магазине резинки с карабинчиками продаются, да, вы можете их сами изготовить и использовать просто. Да вот, как вот этот вот лиш, покажи, вот, ты его вставляешь за эти штучки. У нас девчонки так и делают, вот этими штуками вообще не пользуются, а цепляют. Смотря, ну просто вот сюда большой объем мешок не влезет. Вы его ставите просто сверху и вот за эти кольца дополнительными резинками просто крепите. Можете использовать вот эту ручку дополнительную. то есть, вариантов много, колец здесь достаточно и, в принципе, проблема решаема. Вот, ручка удобная, мягкая, она такая жирненькая, то есть, это не просто тряпочка, а там вложена такая вспененная резина, она абсолютно не режет руку, за нее очень удобно носить. Ручка расположена в центре тяжести доски, вот, то есть, вы видите, что у вас ничего не будет перевешивать, если у вас Причем, нет, вот у нас, сейчас смотрите, вот так вот немножко криво, да, но там будет плавник, да, плавник и лишь, если плавник и лишь, это под это даже вот рассчитано, вот, насколько ответственно подошли к проектированию доски, вот именно в этом смысле, что у вас будет пич-старт, да, на гонке, вы будете бежать с доской, там, воду, это будет очень охотно, если у вас и так перевешивать, или вот так вот, это очень неудобно. Переходим к вещи, вот если вот это вот была фигня, то вот это вот, я не знаю, что это, фиговая фигня, фиговая фигня. Теперь мы расскажем о заднем, о заднем багажнике, задней карк-системе. Вообще, ну, мы считаем себя походниками, да, мы любим очень по многу таскать с собой возить, и по триггерам баулу, на среднем сидишь как на коне верхом, да, и задний багажник мы используем как правило для более тяжелых и более объемных вещей, но в основном более объемных, чем тяжелых. Иногда все-таки нос мы тяжелее грузом загружаем, но назад всегда идет самое объемное, потому что спереди мы перекидываем весло, и чтобы не задевать груз, а сзади можно хоть до половины, ну, по поясу, высотой что-то грузить, и вот вот такой багажник вы кроме кроксов ничего не засунете, и то они будут лежать как-то вот под углом, мы называем это стринги, да, это, я не знаю, бутылка воды здесь не держится, она умудряется, вот на волнах у вас доска шевелится, плюс она без контроля все это, из-под этой резинки бутылка выкатывает, это неудобно, но с того момента, как только пошли первые доски вот с такими асимметричными каргами, да, сразу пошла масса критика, и буквально, по-моему, на следующий сезон уже стали дополнительно вставить вот такие колечки, то есть здесь вы уже можете, единственное, мне тоже не очень понятно, здесь нет никакого карабинчика, а так было бы удобно, допустим, отстегнуть эту одну резинку и сделать вот так крест-накрест, уже было хоть что-то, да, но опять же, может это удорожает конструкцию, или там заморачиваться не хочется, но все-таки это не штучное производство, а массы налаживать достаточно, наверное, долго. ну вот эти вот резиночки не продаются в магазинах строительных, то есть это в любом хозяйственном магазине или как вам сказали ребята, можно искать их на авито, где-нибудь на вальбарис, это как шляпная резина, резинка, она вот ну это по-моему просто без кровечки, ты заходишь в хозяйственном магазине, багажная резинка, просто говоришь, там любая продавщица знает о чем речь и вам покажут, все, и вот ну можно. Единственное, меня очень сильно смущают вот эти тонюсенькие жиденькие колечки, вот почему я на опрошке все это переделал. Да, это вот Сергей все там делает. Нормальные железные жирные кольца, потому что тоненькие, если диаметр вот этот вот будет самой проволочки тоненький, он вот эта ПВХ прорезает, да, и металл, нержавейка это все-таки гораздо надежнее, вот такие вот кольца пластмассовые, они у меня половина поломались, но мы правда пихали под них то, на что, наверное, производитель не рассчитывал, что будут запихивать. Вот, а вообще хотелось бы хотя бы на туринговых досках видеть бы такие нормальные кольца. на спортивных досках, все, что уже там 30 дюйм, да, неактуально возить вещи, там только райдер должен находиться на доске, которая по длине меньше 11 футов, тоже можно заднюю, в принципе, не делать. там уже вполне имеет смысл делать какие-то облегченные, хотя эти граммы, они... Кстати, вот провес доска, эти две доски отличаются самим материалом. В литке применен материал, так называемый вайвин, он на 30, на 30% практически легче, чем тот, который используется в прошках и оригинах. сама технология изготовления материала другая, он тоньше, за счет этого легче, но по прочности он не вступает, даже, наверное, там и превосходит. За счет этого доска легче, она вот, если взять в руки любой не следующий человек это сразу понимает. Да, причем, опять же, к нам приезжает очень много девушек, и у них вот доски элитки, и джентльмены, которые приехали к нам тоже кататься, такие, ну, давайте вам поможем донести доски до воды. Я сейчас покажу, как это происходит. У них там своя доска, причем вот эта доска, она большая, они накачали, у них рядом лежит доска 11-футовая, которая вот заметно меньше. Он берет свою доску в руку, и доску вот эту элитку он поднимает вот следующим образом, вот так вот. Ух! А что она такая легкая? И несет доски вот так вот. Потому что она вот реально очень легкая, это вот одна из самых легких досок, которые нам попадались вот именно в таком формате. При этом у многих такое вот в голове то, что прошка тяжелее, значит, она намного прочнее. Нет, это не так. Она такая же прочная элитка, как и прошка. Разницы там особой в эксплуатации мы пока не замечали. Ну, единственное, что отмечу в плане бронебойности, да, если ее протыкать гвоздем, у нас были такие прецеденты, не специально, ну, катаемся на той же северке, а здесь в завалах попадаются какие-то доски с торчащими саморезами и гвоздями. И просто элитку проткнуть гвоздем нужно меньше усилий, чем проткнуть ту же трошку только из-за разницы толщины самого материала и все. То есть налетать на камни, на коряги и прочее они выдерживают абсолютно одинаково. Они одинаково бронебойные. И еще раз провес, почему элитки? Потому что они легкие. Я вот за то, чтобы обновить на элитки, взять элитки, мы выбирали какие доски взять, у нас был большой выбор что взять. Лично я элитку потому что она легкая. Потому что таскать иногда нам приходится и по километру доски до каких-нибудь и по многу досок. Легче доска легче мне. Мне понравилась у него очень хорошая ходкость на воде. За счет того, что у него такая своеобразная геометрия. Хорошая очень хорошая жесткость. То есть она тоже прогибается смотря как ты ее накачаешь но при своем весе при своей легкости она достаточно жесткая и у нее очень хорошая инерция хорошо скользит. Давай закончим про то что есть на доске у нас. Сзади клапан уже все видели сзади у нас тоже есть ручка и в эту ручку интегрировано вот такое металлическое колечко для крепления страховочного леша опять же смотрите есть петелька вот 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 эта петелька все понимают что эта петелька цепляется за ногу вот она такая мягенькая широкая и мне очень нравится вот надень на ногу она наденется на она она большая даже под щиколотку вот у меня нога очень толстая и достаточно места липучка то есть они вот там краешком вполне нормально надежно покажи вот вот тут она у меня на ноге не застегни а вот ровно это предыдущий модельный ряд это тоже тоже да вот от трошки вот рядом цепляю смотрите она даже она даже не сходится вот то есть на щиколотке ну там сапог все можно еле еле можно натянуть но здесь вот чем хорош вот этот лишь вы можете абсолютно в любое место причем тут детская нога застегнется вот я сейчас вот его максимально то есть его можно вот так вот самый тонкий диаметр да и вот моя рука ну блин вот не пролазит да но то есть детскую ножку или худенько устроенную ножку девушки этот лишь удержит вы из него не выскочите давай покажем подожди давай вот он вращается здесь здесь стоит вертлюк это удобно когда вы оказались в воде у вас есть свободный надо же не вброс когда просто надевать и такой же вертлюк снизу стоит и спереди и сзади в общем в любом случае это исключает лишние перехлестывания лишние закручивания так многие очень мудрят с креплением виша на доску продевают вот так вот начинают как бы там пропихивать все гораздо проще лишь вот здесь вот разъединяется у меня пальцы застыли на морозе на самом деле все это происходит быстрее снимается вот эта петелечка она надевается сюда ее можно одеть один раз и навсегда вот она у вас в принципе не потеряется и потом просто вот так у нее цепляете лишь если вам его требуется каждый раз снимать вот так вот так и так все у вас лишь прикреплено все просто и будет можно сделать еще немножко проще просто поставить карабинчик и просто вот так вот цеплять но если вы катаетесь на бурной воде где-то да вот такие карабинчики они очень легко разгибаются там лучше применять вот такой стандартный крепление так скажем ну хотя и вот то что он регионируется это может быть и хорошо там да да то есть он сам бокс он ну такой коротенький но в него как мы говорили уже входит большинство разных плавников которые сейчас есть так скажем в продаже вроде обратите внимание на эти цифры это серийный номер доски по которому будет осуществляться гарантия то есть многие ищут где-то на бортах вот конкретно на гладике раньше были вот серийник был вот здесь допустим вот такая наклеечка вот сейчас принтон нанесен на боксе давай слушай покажем смотри как она проклеена мне вот всегда я когда элитку беру в руки просто приятно из-за того что она вот безо всяких все стыки так аккуратненько сделаны прямо шрам на носу сам острый нос и вот обратите внимание никаких гармошек вот оно все вот оно все вот так это с учетом того что мы в мороз накачивали доску пвх вообще материал орган из которого делаются и литки он очень мягкий когда ну вот дом допустим вы достали вы когда кубки вы дома обязательно достанете доску и обязательно это сделайте накачайте потому что такая примета что если вы это сразу не сделаете вы долго не сможете покататься у нас был такой случай когда девчонка два года с нами каталась не этот не покупала себе доску купила доску накачай там все сделаю такой да ладно я вот приеду и накачаю и и началась пандемия и она сидела целый год и только через год покаталась доске так что да вот качайте доску и вот этот материал у вас доска реально может скататься прямо в рулончик аккуратно трубочку если прожку там или оригинал она такая ну более картонная что ли так скажем погрубее материал он будет складываться такими складками то вот этот он прям мягенько так скручивается очень компактно доски сворачиваются что давай поставим плавник и пойдем уже на воду да да да